Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как мы добавили красок в нашу будущую спальню. Здорово, народ! Ну а я начинаю свое шпаклевание с докручивания саморезов, которые я в свое время вовремя не докрутил, и они мешают движению шпателя. И все это буду сейчас расшивать. То есть расшиваю гипсокартон, чтобы в будущем нанести шпаклевку и все это заармировать сеткой. Расшиваю им на потолке, а не внизу, потому что при закручивании гипсокартона на профиль на потолке, на каждый кусочек гипсокартона приходится около 2-2,5 см. Если все это расшить внизу, а потом крепить, там и так места больно-то немного, так все это будет разваливаться, крошиться. В общем, решил сначала все это поднять, закрепить, а уже потом легким движением руки все это расшить. Ну и в будущем сейчас я утоплю шпаклевку, серпянку, и уже будет нормальный человеческий вид. Расшивать нужно обязательно, иначе потом в будущем, если сделать сразу все это чистовое, все это потрескается. Ну, готово. Расшил все вертикальные гипсокартонные швы. Сейчас осталось самое легкое. Это пошпаклевать и покрасить. А красить я сегодня буду специальным эластичным покрытием LSR от компании PolitR. Эта краска не пахнет и подходит как для внутренних, так и для наружных работ. В отличие от обычной WD-шной краски, эта краска обладает уникальной эластичностью, поэтому и красить можно даже самые сложные элементы, так как бетон, дерево, металл, черепицу, оцинковку, USB-плиты, даже винил и сайдинг. LSR не пропускает воду, но при этом хорошо дышит. И также ее можно прекрасно колеровать. Краска сверхстойкая, поэтому прослужит вам более 10 лет. Купить эту краску можно специально внутри от магазина PolitR. А до 30 апреля по промокоду бюджетный вариант вы сможете получить скидку в 15% на всю эту краску. Ссылочка на сайт будет в описании под видео. С распаклеванием, конечно, конкретно я поторопился. Необходимо сделать еще подготовительные работы. То есть я сейчас закреплю пластиковый уголок на своих полукругах и прямым. То есть придам его аккуратный предельный вид. Но крепить его одному неудобно, поэтому прошу помощника помочь. Нужно, скажем так, ультрируйся. Пока один держит, второй сгибает. Пластиковый уголок не нужен, чтобы я сделал более-менее плавный переход был. И когда я буду в будущем шпаклевать шпателем, этот пластиковый уголок будет как направляющая рельса. Ну а потом уже шкуркой все это подправлю и будет в принципе нормально. Если бы я обладал талантами скульптора, можно было бы сделать одним шпателем и шпаклевкой. Мне до этого далеко, поэтому есть ли этот пластиковый уголок цены для меня придуманы. Вот так это аккуратно выглядит. Самое то. Повторяю процедуру на всех четырех углах. Повторяю процедуру на всех четырех уголок. Закончил я работу с пластиковыми уголками. Теперь можно приступить к первому этапу шпаклевания. Всего их было на четыре. То есть первый этап был это нанесение шпаклевки и армирование всех швов. Это был первый день. Второй день был выравнивание этих всех стыков, где вот была нанесена сама сетка. То есть армировали слои. Потом был третий день уже черновой слой. И четвертый день уже чистовой слой. Но это в общем, скажем так, в днях. А так это все сделалось неделю, потому что были еще после... Стыки грунтовались, все это высыхало. В общем, там было много времени, поэтому вкратце назовем четыре этапа, четыре дня. Первый день все армировали. Зармировали все стыки. Если горизонтальное было просто сделать, то вертикальное уже было немножко неудобно. Ну, это все съемки уже со второго дня. Второй день мы армировали и шпаклевали нижнюю часть, то есть нижнюю часть уголка. То есть это были разные дни, тоже армировали все. Все подвижные стыки, неподвижные, все это армируют. То есть потолок был полностью готов уже и остались только заармировать вертикальные швы, которые находятся на потолке. Помните, когда делал потолок, у меня по седине получилось подвесные панели, то есть, ну, гипсокартон, эти промежутки, 40 сантиметров. Поэтому мы решили не морочиться, не проармировать этим маленьким скотчем, стеклоболтном, а взять прям рулон серпянки, рулон у нас метр, а в середине у нас получается 40. Если его полностью раскатать по всему потолку, то получается, если взять швы, то с каждого шва, то есть в каждую сторону, будет по 20 сантиметров вот этой серпянки. Поэтому такие трещины, думаю, будут вообще не страшны и их вообще появиться не должно, потому что, представляете, на потолке проармирован полностью рулон и от стыка до стыка, скажем так, расстояние 40 сантиметров. Ну, то есть, это не какой-то там маленький скотчек, это прям гигантская сетка. Ну, и на всякий случай мы также парамировали углы, хотя там будет уголок, ну, скажем так, увлеклись немножко. Из остатков шпаклевки сделали несколько рисунков, то есть будущих проектов на листах утеплителя и самый лучший, то есть вот он сейчас на экране, решили остановиться именно на нем. Во-первых, он легко делается, то есть просто неслишь поклевку, провели рукой, готово. А потом сверху катается с декоративным валиком, и все будет шикарно. Третий этап был у нас, это грунтовали потолок перед нанесением черновой шпаклевки. То есть все эти стыки перед самим черновым все это прошкурилось, потому что там уже был довольно-таки хороший слой шпаклевки. Два, ну, скажем так, полтора-два миллиметра. Перед тем, как начать сделать черновой слой, необходимо было еще пошкурить нижние стены, иначе вся пыль потом осядет на этом черновым, и получится все это как бы шляпный вид. Поэтому решено было делать потолок в тандеме со стенами. То есть в один день все это шпаклевать, в один день все это шкурить, в один день грунтовать. Ну, там влажность это отдельная тема, но, скажем так, пока шкурим. Пошкурили все стены, осталось их загрунтовать. Поначалу думал, что загрунтую я, как все нормальные люди, возьму грунтовку, валик большой, и все это загрунтую. Вот только большим валиком неудобно, потому что, скажем так, маленькие объемы, а маленьким валиком эта работа превращалась в, скажем так, в растягивание времени. Мне этот вариант не понравился, поэтому решил как-то оптимизировать процесс. Я решил взять пульверизатор, налить туда грунтовку, взять мокрицу и в тандеме с мокрицей грунтовать все стен. То есть, грунтую пульверизатором, а уже потеки, растираю мокрицей. Так получалось и быстрее, ну, в каких случаях, для меня это было удобнее. Ну и подошло время, проснулся маленький помощник, но, естественно, без него никуда. И пришел ко мне на помощь. Жена ушла за покупками, а мне в помощь оставила маленького помощника в надежде, что я пока отвлекусь от стройки, отдохну, то есть, ну, потому что, когда дети, невозможно работать. Но меня это не остановило. Заканчивая все грунтование, скажем так, когда стены мокрые, смотрятся немного эффектно. Вот таким темненьким я бы, конечно, сделал. Белый потолок, темным, таким тоскливым, было бы самое то, мне кажется. Но было бы ощущение, что нахожусь в суровом подвале, но кому-то, представляете, нравится. И вот такие варианты, реально есть. Но это не наш стиль. Как только высохла грунтовка, приступили к первому пробному этапу, скажем, пробу пера, шпаклеванию. Пытались мы сделать на маленьком квадратном метре, то есть, как это будет в будущем выглядеть, получится, не получится, под что заточены у нас руки. Ключевой момент здесь является именно руки. Скажем так, жена пробовала меня на своем квадратном метре, я пробовал на своем. Посмотрели мы друг на друга работу, я понял, что моя гигантская культяпка, точнее, грабля, осень уж большая для таких тонких работ, поэтому решили работать также в тандеме. Я делал шпаклевание стены, а она уже своей маленькой аккуратной ручкой делала эту фигурную структуру будущему декору. Потому что я своими большими культяпками превращал всю эту картину в какие-то, скажем так, росомаха тащил ногти об мою стену. Поэтому мне саму не понравилось, решили сделать немножко по-другому. Один шпаклевает, отвечает за шпаклевку равноверное нанесение в миллиметр-полтора, а второй отвечает за рисунок. Поэтому, если что, можно было друг друга в чем-то обвинить. Ну, естественно, маленький помощник вовремя, где нужно, накидывал шпаклевку, чтобы потом в нее вляпывались, скользились и впадали. В общем, было весело. Пошпаклевали мы всю стену довольно-таки быстро. Это, скажем так, не ровнять потолок и не выравнивать стены. Ну, то есть, мне кажется, декоративную штукатурку как раз для этого придумали, чтобы не париться. Чисто нанес и сделал фигуру. Если все это выравнивать и потом шкурить, я представляю, сколько времени это ушло. По расходу, кстати, небольшой расход. Если носить буквально полтора-два миллиметра, то на всю комнату, можно сказать, смело ушло полтора мешка. Почему смело? Потому что у меня всего на всю комнату ушло два с половиной мешка. То есть, еще плюс потолок. Ну, то есть, небольшой расход, скажем так. Да, кстати, очень много роликов на ютубе, как специалисты, профессионалы по декору, показывают, как нужно носить тот или иной рисунок. Нужно учесть маленькую особенность, про которую почему-то нигде не пишут. Когда они показывают это, они делают это на плоской поверхности на столе. А когда вы будете делать, это вы будете делать на вертикальной и на стене. И нужно учесть, что все будет падать, все это будет соскальзывать. То есть, это мешка не так просто, как вот делает специалист на ровном на полу. На полу у нас тоже получилось, в принципе, очень классно, очень красиво. А когда мы делали на стене, были очень много трудностей, потому что они слипались в комочки, это все падало, поэтому это нужно даже учитывать. Ну, стены готовы. Картинка была очень красивая, скажем так, получилась. Довольно-таки эффектно. Потом большие, маленькие комочки, их можно было ломать пальцами. То есть, просто проводили луками и их отламывали, чтобы в будущем было легко красить. и осталось все это погрунтовать, конечно. Но тут еще были такие маленькие моменты, что кое-где сильно вдавливали стену и были видны либо гипсокартон, в другом случае шпаклевка. Поэтому тоже нужно учитывать, когда делать подобные фигуры, либо носить меньше и аккуратно вдавливать, либо носить больше и потом все это скребывать. То есть, тоже такое все занятия. Ну а перед тем, как я начну грунтовать, нужно не забыть еще одну маленькую особенность. Отдельно благодарю с нашим спонсором. Это те люди, которые нажали кнопочку спонсировать на странице нашего канала. Большое спасибо, что вы с нами и поддерживайте нас. И так у меня все идет в тандеме и не забыть про потолок. Ну да, потолок у меня мамка, скажем так. Пока я монтировал предыдущий ролик, который ушел на 2 недели, мамка уже пошпаклевала из потолок, поэтому в съемках я не участвовал. Но это не сложно. Если смотреть вот сейчас, как вы смотрите с телефона или с компьютера, то это не сложно. А когда вы потом все это поработаете, пошкурите, ну, скажем так, из всей работы, ремонта вот этой вот шпаклевки это самая неприятная работа. Я думаю, вы догадались почему. Ну, а теперь сейчас осталось все это погрунтовать, когда пыль уже полностью осела, вытекнули всех мест и теперь грунтуем все одновременно синхронно и потолок, и стены. Ну, полы не надо, конечно, полы потом отдельно, но там факт. В общем, грунтовали мы потом это все на 2 раза, ну, потому что грунтовка стоит значительно дешевле, чем ведро краски. Поэтому, если хорошо погрунтовать, то акрилом можно покрасить, в принципе, на один раз. Поэтому грунтовали прям хорошенько, почти вся канистра ушла. Хотя написано там на 100 квадратов, ничего там не верится. И потом все это было покрашено. Потолок был окрашен в два слоя. Первый слой краски был тот, который была рекламой про него. Там на упаковке было написано, что это слой специально для еще не осевшего, то есть дома, то есть для очень подвижных деталей. Но она была такая, похожая чем-то на резину. То есть, когда застыла, она тянулась. Поэтому первый слой для потолка как раз, где стыки, то есть я полностью потолок покрыл первым слоем этой жидкой резиной, которая называется краской, а уже вторым слоем покрывал акрилом. А что касается стен, мы просто сделали выкрасы, как видите, эти квадраты и покрыли одним слоем обычной VD-шной акриловой краской. Благо, краска эта у меня есть, поэтому, в принципе, об этом расскажу немножко в конце. Ну все, сделал я выкрасы отверху. Можно еще использовать малярный скотч, но я аккуратно, валиком, ну скажем так, на работе уже есть опыт, если сделать это кисточкой, то есть, ну делают отводы специалисты кисточкой, то потом верхняя часть получается темнее, потому что кисточка наносит немножко жирнее слой, чем валик, поэтому лучше провести аккуратно валиком, можно использовать либо шпатель, либо лярный скотч, ну я бы сделал так, то есть у меня уже опыт есть на работе, скажем так, не первый день работаю, поэтому я сделал все аккуратно валиком, и все это нанесли, катали по несколько слоев, получается первый слой, скажем так, начинаем все сверху и делаем все по часовой, пока закончили, все это подсыхает и потом уже еще раз делаем второй слой, и получается и расход маленький, и одного раза, то есть в один день все это хорошо укрылось, осело, и больше перекрошить не пришлось, и не было просветов, потому что грунтовали на два раза, поэтому лучше уж потратить на грунтовку, чем на краску, вот так выглядит готовая стена, не знаю, передает ли камера, но тут темно-сиреневый цвет, а смотрится как какой-то гламурный, в некоторых местах виднелись из-за того, что были рельефные фигуры, кое-кде виднелись белые пятнышки, мы их потом помощниками подкрашивали, и когда уже все подкрасили, все это высохло, все эти пары мы выглядели, то есть с помощью вентиляции, которой пока еще нет, открывали окна, погода позволяла оставлять все это на ночь, было плюс 5, поэтому нормально, и осталось покрыть это самым дорогим веществом в этом ролике, это золото, так, купили мы золото, в Мерлене эта баночка стоит тут буквально 800 грамм, а стоит она 1000 рублей, не знаю, для меня это дорого, конечно, для меня в принципе все дорого, то что мне сделать взять с работы, такого на работе нету, поэтому для меня это очень дорого, но он того стоило, ну а теперь под хорошую музыку покрываю все стены золотом, носить нужно по чуть-чуть, прям понемножку, на суку понемножку, представьте, что вы купили красную куру, и к вам в гости пришел друг, вот столько, немножко, прям очень немножко, представляете, вот на мою квадратуру, комнату 12 квадратов, я растянул вот этот 800 грамм, вот на этот весь метраж, поэтому можете представить насколько чуть-чуть, поначалу было похоже, что это какая-то шляпа, на самом деле не было похоже, но когда все это высохло, и уже когда начинается солнце, это смотрится очень классно, особенно если включить теплый свет, это прям вообще супер смотрит, то есть можете видеть сами, это прям очень выделяется, и когда вот если зайти в комнату, глаза бросаются не в одну точку, а на все сразу, то есть эффект очень классный, не знаю как вам, напишите в комментариях, а нам такой вид, очень понравился, такой богато успокаивающий, то есть для спальни это самое то. И не пишите, что лучше бы ты обои поклеил, пожалуйста, обязательно кто-нибудь напишет, что лучше обои, нет, я не согласен, ну осталось сделать только откосы и полы, и подвести итоги, что у нас там получилось, сколько ушло вот на эту шпаклевку с окраской, и так подсчитываем, и так сколько стоит это удовольствие, и так три мешка шпаклевки, полторы тысячи, по пятьсот рублей мешок, краска 20 килограмм, ВДшно-акриловая, матовая, то есть не глянцевая, без блеска, 1700, в Мерлене мы взяли ее, пластиковые уголки, 8 штук, это 250 рублей, малярка, крылон 10-метровый, тоже 250 рублей, плюс там прочее, что к прочим относится, ну то есть знаете, там вот этот скотч малярный, то есть серпянчатое стекловолокно, шкурки, валики, ручка от валиков, ну то есть там у вас, малярный скотч, то есть там у вас таких мелочей будет, где-то рублей на 500, на 600 точно, то есть смотря где брать, поэтому имейте в виду сразу, шпателя там тоже будут нужны, мало ли, ну естественно самая дорогая покупка, это моя золото, почему самая дорогая, да потому что на эту комнату, у меня ровно 1000 рублей ушло, остальное все, скажем так, подарили, так, как общий итог у нас получилось, 5700, на эту комнату потратите вы, если прям сейчас возьмете, пойдете ее делать, где-то 5700, но это еще не все, общий итог всего комнаты, то есть с люстрами, с полами, с откосами, со стенами, будет уже через несколько видосов, там осталось сделать буквально вот, полы, откосы, поэтому ждем, смотрим, комментируем, с вами был Леха, всем счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok